Снег с Самарских улиц бойцы коммунального фронта убирают каждый день. На Пензенской первым делом после снегопада дворники очищают тротуары и остановки. В помощь людям малая техника, которая специальным ножом и щеткой счищает наледь. Ночью выходит тяжелая техника, то есть МДК, происходит уборка проезжей части дорог, происходит поджим снега, вывоз снега происходит по ночам, зима снежная, да, то есть в последнее время очень много снега выпало. То есть тяжело, но справляемся вроде помаленьку. Расчищенные дорожки посыпают реагентами и смесью соли и песка. Убирают снег в две смены. Днем главное расчистить остановки и тротуары. Нет, ну бывает, конечно, тяжело в морозные дни. Ну а так вроде ничего. Когда работаешь, не так ощущается. Снег убираем, песком посыпаем. В основном, естественно, сначала остановки, пешеходные переходы. Помогает рабочим небольшой погрузчик. Этот юркий малыш легко расчищает проходы и проезжую часть. Сдвигает снежные завалы туда, где они не будут мешать. Затем их увезут на полигон. Алексей Николаенко работает водителем погрузчика год. Привык легко маневрировать на городских улицах между машин и вечно спешащих самарцев. Нет, он нормально маневрирует. Аккуратность, внимательность. То есть люди идут, автобус остановился, подождал, прошли все и дальше пошел потихоньку работать. Вот так вот иногда бывает то, что вот стоят парковки, то есть нуждать приходится, пока они уедут. А так нормально. Автомобили буквально все заполонили. Они часто мешают коммунальщикам приводить улицы в порядок. Особенно ночью, когда большинство паркует машины у обочины неподалеку от своих домов. Именно в это время на улицы выходит тяжелая техника. В ночное время для борьбы с снегопадом на дороге вышли 229 единиц специальной техники. К утру основная часть магистрали была прочищена, движение было достаточно удовлетворительным. В дневную смену на дорогах работают 154 единицы. К утру большая часть улиц, по которым ходит общественный транспорт, были расчищены. Самарцы дают оценку. Вообще хорошо, вот эти вот маленькие, которые есть, да, они очень хорошо упираются. Я имею в виду вот эти уборщики. Потому что мы и с ребенком гуляем, брудничок у нас. Прям вообще вот эта вот улица до Владимирской, прям вообще прекрасно. Как здесь убрали, нравится. А то, что у нас во дворах творится совсем безобразие. На дорогу стали убирать. Но дворы все-таки оставляют желать лучше. Здесь хорошо, молодцы, нет, не скользко. За порядком во дворах должны следить управляющие компании. Как они справляются со своей работой, проверяют административные комиссии и городская административно-техническая инспекция. Те, кто не справляются, получают предписания и штрафы. Чтобы бой со снегом на самарских улицах шел еще активнее. Я бы оброшу и в том числе районы организовать работу по расчистке закрепленной территории кварталки и дворовой территории, обращаясь в этой части. Сегодня к вечеру доложить процент уборки и жесточайшим образом не в квартал сейчас, не во двор. Если во двор зайдешь, то в квартал не проедешь. Разговоры о том, что в Самарской области разгулялись аномальные морозы и небывалые снегопады, Василенко называет в спекуляции. Подозревает, что кто-то просто не хочет работать. К таким прогульщикам обещают применить самые жесткие меры. А очищенные улицы самарцам обещают показать уже завтра. Олеся Корецкая, Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов, Константин Головин. События.